Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать мужскую тунику. И я покажу пример того, как рисовать рубашку не совсем классическим техническим рисунком, когда мы плоско раскладываем и показываем все как есть, а мы будем рисовать тунику, у которой будут засучены рукава. То есть мы можем их просто спокойно оставлять, могут быть подкручены и на пуговку. Конечно, когда мы будем рисовать технический эскиз, если мы будем это делать для производства, нам желательно будет сделать две опции. То есть нарисовать плоско, как она будет, стандартный рукав, стандартный застегнутый туничный воротничок. И уже потом, как это будет носиться на дополнительном художественном эскизе, это будет здорово показать. Я сейчас буду показывать только вариант, как это будет носиться. Будет льняная туника, подобрала уже два варианта заливки, которые мы, конечно же, с вами потом реализуем. Рисовать я буду на шаблоне мужской фигуры. Скачать его можно по ссылке под этим видео. Пожалуйста, переходите, можете его скачивать. И у нас есть еще другие шаблоны. Шаблоны в виде манекена. Если вам это будет удобнее. Я использую вот этот шаблончик, здесь все основные линии есть, что как бы очень удобно. Рисовать мы будем тунику. Начну я рисовать ее с воротничка. Мне так будет удобнее. Приближаем. Берем инструмент пером. И начнем наш рисунок со стойки. Как я вам сказала, я буду рисовать не классическую, вот прям тунику, как она застегнута у нас смотрится. А как будто бы она у нас на человеке и немножечко прирастегнута. Соответственно, здесь потребуется чуть больше таких художественных навыков. Я сейчас буду не с первой попытки, скорее всего, это все сделаю. То есть придется как бы поправить во время рисунка. Но смотрите принцип, как это создается. Если вам тяжело рисовать такие рисунки, рисуйте более классически, технически. В этом нет ничего плохого. Просто вот пример, как это делается. Соответственно, вот она у нас планка. У нас все-таки есть центр, я могу на него равняться. Поэтому хочу, чтобы она вот сюда вот так шла. Линия центра груди. Так, так. Когда мы рисуем такой вот эскиз, который вроде как на человеке, в чем отличие? Здесь будут возможности как бы рисовать не совсем прямыми параллельными линиями, да? Потому что когда вещь у нас на человеке, естественно, она искажается, какие-то линии уходят. И в чем-то это проще, в чем-то это сложнее. Поэтому как бы это и будем с вами отображать. Так, это у нас в одну сторону. И, соответственно, сейчас в другую, в принципе, вот эту часть. Очень даже можно ее отзеркалить во вторую сторону. Так, спокойно. Вот здесь точка будет. Вот так. Вот. И тоже здесь показать. Так, вторая часть планочки. То есть мы подразумеваем, что она туда уходит и там в итоге застегивается. Вот этот вот уровень. Можно вот здесь, конечно же, поправить, показать. Вот. То есть она вот туда, по сути, приходит, да? Можно даже вот так совместить, чтобы было более наглядно. И если она будет у нас сзади, то этого не будет видно. Давайте заливочку дам белую. Вот. И вот это выложу на передний план. Вот она у нас перекрылась. Стойка сзади. Почему начинаю рисовать с воротниками? Потому что здесь, по факту, самое такое интересное все происходит. Еще рукава сейчас займут тоже определенное время. Вот. То есть вот она у нас тут, стоечка. Сейчас мы посмотрим, чтобы она была более вот так равномерная. Так, на задний план тоже эту часть стойки. Здесь вот игра идет. Это на переднем плане, это на заднем, это на переднем, это на заднем. Вот эту тоже на передний план перенесем. Вот это у нас с вами получилось. Вот эту точку уберу и вот эту точку уберу, они лишние. Хорошо. Вот такая вот у нас основа. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно нарисовать полочку. Ольняная рубашка. Здесь давайте сделаем небольшой такой приспущенный рукав. Достаточно свободное здесь прилегание. И я бы хотела сделать ее чуть ниже бедра и с разрезами. Разрезы сейчас отдельно обозначим. Так, это назад, это назад, назад и назад. Я не стремлюсь, как в конструировании, сделать прям точный бачок, да. То есть здесь требуется просто визуальный ряд. Вот смотрим. То есть ниже еще она мне должна быть. Вот так. Так, в сторону. Вот. И то, что я говорила, я бы хотела показать то, что она у меня с бачком. Это можно показать несколькими способами. То есть если задний бачок длиннее, то так. А если можно вот так просто показать, что у меня видно спинку. Можно вот эту часть сместить, можно не смещать. Теперь ту красоту, которую мы с вами будем делать. Во-первых, нам нужно показать, что у нас есть спинка. То есть я закрываю вот тот фрагмент, который у нас нарисован. Вот таким образом. Монтаж на задний план. Вот это мы закрыли. А теперь раззеркаливаем вот эту часть. Вот так. И поскольку это туника, так вот, единственное, нужно, чтобы с бачком это все было. От линии центра зеркалим. Вот так получилось. Теперь нам нужен инструмент обработка контуров. Вот эти две части мы между собой соберем. То, что вот здесь пока наложилось. Вот это многих новичков пугает. Этого пугаться не надо. Ничего у меня никуда не пропало. Оно все на месте. Просто сейчас вот эта часть вышла на передний план. И если мы ее на задний план убираем, вон оно у меня там все на местах. Это бременно вот так происходит. Так. Теперь то, что я и говорила, соответственно, рукавчик. Значит, верх у нас остается вот так. И вот здесь у нас будет потенциальная пуговка, такая штучка. И, соответственно, вот здесь у нас начинаются складочки. Вот со складочками сейчас придется повозиться немножко. Они должны быть правильной такой формы. Вот такая история. Соответственно, вот так. Там еще будет у нас показан манжет. Тут у нас будет планочка. И вот так тоже будет присборено. Ну, то есть, вот рукав, представьте себе, вы его берете и присбариваете. И еще вот здесь на кнопочку застегиваете. На рубашках такая конструкция часто бывает. Кстати, очень она комфортная. Особенно для летнего сезона. И вот, например, некоторые не любят рубашки с коротким рукавом. А вот такой вариант, ну, вполне устраивает. Сейчас мы немножечко поправим вот эти линии, чтобы они были более такие сейчас сглаженные. Инструмент сглаживания есть такой. Вот, сейчас мы его поправим. Вот здесь тоже подергаем, чтобы они были такие покруглее. Так, аккуратно. Инструмент лассо тоже я люблю использовать. Его можно выделить несколько точек и чуть-чуть вот их подвинуть, куда вам надо, чтобы оно все там вот встало. То есть здесь просто ощущение такой вот сложенной ткани. Вот отсюда выходит такой хлястик. Вот так он будет подтягивать это все дело. Вот сюда вот так вот вставать и вот здесь иметь такую маленькую штучку. Вот. И там будет на нем пуговка, но мы ее будем видеть сбоку. Поэтому она у нас будет смотреться как прямоугольничек. Вот такой вот хлястик выходит. Здесь нам угол не нужен. И вот здесь на нем будет маленький прямоугольничек, который будет обозначать пуговку. То есть то, что это пуговка. Если вы будете смотреть сбоку, то у вас вот здесь вот так вот будет застежка. Вот так. Эта пуговица пришита на рукаве. На хлястике только дырочка. Когда рукав в свободном опущенном состоянии, то, соответственно, на рукаве остается дырочка. Я думаю, что вы видели такие рубашки. Вот эта вот часть, она чуть пониже. Вот эта вот сюда. Вот. Эту часть лучше убрать под низ. Вот так. То есть она выходит из-под. Она пришит внутри этот хлястик. Так, здесь тоже вот все линии мы поправим. Вот таким образом. Вот. Соответственно, для убедительности нам не хватает вот здесь планочки. Так. И сейчас нарисуем дополнительно тени. Тени здесь нужны. Я рисую на новом слое, чтобы не цеплять ничего. То есть, смотрите, вот как бы это вот складочка. Да, вот мы сложили, и вот у нас складочка получилась. Отсюда складочка. Они сейчас будут тенями, они не будут такими яркими. Просто, чтобы вы понимали, если вам непонятно, как это смотрится, возьмите рубашку, возьмите рукав рубашки, сожмите его вот так на руке и сфотографируйте, желательно белую. И вы увидите, как вот эти складки формируются. Конечно, в зависимости от ткани они формируются немножко по-разному. Но смысл будет именно такой, что вот она как бы сжимается, становится неровной, и вот они, эти складочки у нас есть. Здесь будем рисовать два типа складочек, потому что один тип это у нас теневые складочки, которые объектные. И один тип это будут складочки, которые будут линеарные. Вот смотрите, это объектные. Мы даем им цвет и делаем непрозрачность. Вот. И теперь линеарные складочки. Тоже сейчас еще один слой создам, чтобы ничего не цеплялось. Соответственно, вот так вот по линиям мы сейчас тоже их добавим. Пока, вот когда столько рисуешь, ничего не понятно. А когда сейчас я нарисую, вам сразу станет очевидно, что я нарисовала. То есть, вот они, как бы вот эти защипчики такие идут. Как я говорила, это вот дополнительный эскиз, который часто требуется. Мы с вами рисовали классическую рубашку. Кстати, в прошлом видео, кто не видел, вы можете посмотреть. Принцип создания туники будет абсолютно такой же. Вот я решила, что не имеет смысла повторять, как бы вот рубашка, вот туника. А показать такой другой принцип, как там нарисовать, например, вот рукава, которые будут так смотреться. Это будет достаточно интересно. Вот. Поэтому вот я это сделала. И, наверное, вот здесь я бы добавила тенюшечку. Ну, просто она тут напрашивается сама собой. Вот так. Сейчас все это сгруппирую. Сгруппирую, чтобы оно все было вместе. Так, вот. Так. Не получается сгруппировать, потому что на другом слое. Так. Теперь сгруппировываем отдельно все эти линии. Вот. А теперь все это Ctrl-C, Delete. И перенесем на Ctrl-C сюда. Эти два слоя были техническими. Они только для рисования. Просто, когда рисуешь на основе, получается, что ты ее цепляешь. А так не цепляешь. Вот такой рукав у нас получился. Да, чуть выше локтя, в принципе, чисто гипотетически, мы можем его чуть-чуть поднять. Вот так. Вот так чуть-чуть его приподнять. Тогда он будет чуть повыше. Вот. На задний план я убираю рукав, чтобы он не выходил на передний. Вот так вот он встает у нас в рубашку. Соответственно, всю эту красоту мы с вами раззеркаливаем. Так. Чего у нас еще не хватило? Не хватает отстрочек. Смотрите, туники, они бывают иногда пониже, бывают повыше. Соответственно, по низу у туники будет отстрочка. Отстрочку я буду делать на 0,25, пунктирной линии 2 на 2 пункта. Так. Здесь тоже у нас будет с вами отстрочка. По планочке. Аккуратненько мы ее сейчас нарисуем. Даже если вы вдруг ошибетесь, ничего страшного. Вы сможете это всегда немножечко потом подкорректировать. Вот не бойтесь никаких ошибок. Можно же в конце концов просто удалить то, что вы нарисовали, и нарисовать заново. Да, и никто никогда не узнает, было оно или нет. Но если только вот в той же линии событий, в которой вы рисуете. А если это потом сохраненный файл, то даже никто не поймет, какие там у вас были пути развития данного эскиза. А вот так, здесь у нас тоже. Аккуратненько мы все это прорисовываем. Сейчас я это отзеркалю. Вот так. И одна линия. Вторая линия. Так, пуговки. Рисуем пуговки. Убираем пунктир. Нам он не нужен. Раз. Два. Три. Четыре. Кстати, на таких вот рубашках льняных часто используют костяные пуговки. Тоже очень красиво все это смотрится. Все. Итак, пуговицы у нас будет вот здесь. Сейчас мы немножко оттенок дадим пуговке. Даже на черно-белых эскизах, если вы даете пуговицу, например, серого оттенка, она как-то, на мой взгляд, поинтереснее смотрится. Почему так? Так, потому что вот здесь у нас сейчас будем с вами петельки рисовать. То есть, допустим, так. Так. А вот здесь уже застегнутые пуговки будут. Вот здесь они уже застегнулись. Застегнуто. Застегнуто. И застегнуто. Я это делала с нажатием кнопочки Alt. Это Alt дает копирование. Так. Вот. И петелька, соответственно. Вот так. Вот. То есть, когда будет застегиваться у нас с вами все это дело, встанет сюда, а это будет вот так. Сюда. Надо более-менее подровнять, да, чтобы они попадали друг в друга. И вот сюда. Вот такие штучки. Вот у нас с вами получилась туника с таким вот рукавчиком. Давайте мы эту тунику сделаем льняной. В принципе, можно вот немножечко ее раздвинуть. Относительно того, что вот я смотрю, вот эти вот части, чуть-чуть ее так повольнее сделать, да, вот такая штучка. Вообще туники очень красиво смотрятся, особенно льняные, летом. Прекрасное дополнение к гардеробу, на мой взгляд, мужскому. Так, давайте с одной начнем. Вот у меня вот такая вот есть штучка для из белого льна. И потом уже добавим другую. Поскольку у меня эскиз загруппирован, я могу это все выбрать. Чтобы у меня не выбиралось то, что серым, я сделаю один. То есть я буду выбирать только то, что у меня действительно белое. Вот, и опа! Смотрите, какая красота у меня получилась. Пуговки сделаю костяного цвета, и сейчас их все сгруппирую. Так, 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 и так. Все, мы их сгруппируем. И вот такую какую-нибудь коричневую штучку. Очень мило получилось. Вот такая туника есть, она будет в белом формате. И, например, вот такая туника будет, если мы у нее поменяем цвет. Монтаж на задний план. Это мы убираем. Двойной клик. У меня уже есть эта заливочка. Вот она здесь у меня пороработанная. Вот такой вариант у нас получился. Единственное, что за счет того, что я не стала обужать, и вот здесь вот рукав, как бы, получается, упирается. Но можно вполне это компенсировать, например, тем, что отодвинуть немножко рукав. Смотрите, вот таким образом мы можем выбрать всю вот эту красоту и вот так ее наклонить. Только нужно сейчас, что нам сделать? Разгруппировать пуговицы. А то они у нас сгруппированы. И, соответственно, вот. Оно тогда не будет совпадать на 100% с шаблоном, но будет лучше показывать наш рукавчик. Я думаю, что это допустимое отклонение для того, чтобы лучше показать, что мы имеем в виду. Вот так. То есть, разлепить немножко то, что у нас есть согласно шаблону для большей наглядности и цельности эскиза. Поэтому чуть-чуть, вот прям, в общем и целом, наклоняю немножко рукав. Следя, чтобы бокат оставался на месте. Вот. Ну, то есть, вот таким образом. Тоже это вполне допустимо. Вот такая льняная туника у нас получилась. Кстати, они очень красиво смотрятся и на пляже, очень красиво смотрятся и с пиджаками, и даже с пальтом. Ален вообще прекрасный материал. Он, кстати, достаточно теплый, летом холодит, а в осеннюю погоду в нем тоже сложно замерзнуть. На этом все. Сегодняшний эскиз мы нарисовали. Показала вам немножко по-другому, как можно отображать эскизы, что не обязательно они должны быть ровные и стройные. Они могут быть и прирастегнутые, они могут быть и со сборками. Но когда вы будете передавать конструктору, ему нужно показать, как этот рукав выглядит неприсборенный. Иногда, кстати, для конструктора так и рисуют. Рисуют один рукав прямой, один рукав присборенный. Показывая, что он может и вот так, и вот так. И показывая, что тут хлястик такой-то длины на пуговку и так далее. Но, конечно же, планку придется застегивать, показывать. Поэтому я предпочитаю рисовать два эскиза. Один полностью с закатанными рукавами, расстегнутый планкой, как мы планируем это носить, чтобы конструктор понимал, как это будет смотреться. Возможно, дал дополнительную ширину рукава, чтобы она могла нормально собираться. И показывая, ну, конструктивно, то, что вот когда она закрыта, то, что планка сходится. Может быть, вы изначально хотите, что планка не будет застегиваться и будет как V-образный вырез, а это просто имитация. Тогда нужно будет об этом тоже сообщить конструктору. Вот такая история. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать вопросы и комментарии. На этом все. Пока-пока.